МВД МВД Ставропольского края сейчас правовую работу в системе органов ведут более ста юриспунктов. Общественного совета, я искренне рад поприветствовать вас на открытии фотовыставки, посвященной, которая называется «Путни юридической службы права как искусства». Приурочены 70-летию со дня создания юридической службы МВД России 5 июля. В нашей экспозиции представлены фотографии, в которых отражены моменты служебной деятельности сотрудников краевого правового управления юриспунктов органов внутренних дел Ставропольского края. Я уверен, что представленные работы вызовут у вас неподдельный интерес к делегкой службе сотрудников полиции. Дорогие друзья, разрешите слово предоставить начальнику правового управления, главному управлению МВД России по Ставропольскому краю, полковнику внутренних службах и просто прекрасной, красивой женщине Калачникова Татьяне Владимировне. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, очень рады приветствовать вас на открытии нашей выставки «Путак, кто уже сегодня объяснил, чем она посвящена 70-летию юридической службы», которая была создана системой МВД-40 в 1946 году, а в аппарате главного управления обучения МВД Ставропольского края, тогда еще МВД Ставропольского края, в 1902-1932. С эти два ФБМа в этом году это случилось. Наша служба начиналась с паралеки МВД Ставропольского края с одного из консерта, а сейчас нас в системе МВД Ставропольского края уже более 100 человек проходим эту службу. Оценивать ее как легкую или нелегкую, я не рискну, это обычная служба наших сотрудников по гостям. Конечно, это средство. Мы на фотографиях представлены наши публики, то, чем мы ежедневно занимались. Здесь будет очень приятно, если вам будет инфидент наше учебное. Сегодня присутствуют представители молодого поколения нашей страны, Российской Федерации. Одним из направлений юридической службы является правовое формирование нашей правды. Эту задачу мы начинаем решать прямо с нашей группы. Мы проводим в руки правовых знаний, приходим в школы, а сегодня выдалась такая возможность провести правовый урок именно в таком формате. Это очень нас справа. Спасибо большое. Прекрасные слова. Я предлагаю поддержать аплодисменты. Я хочу представить детей сотрудников правового управления, которые продекламируют стихотворение. Паре цельским сложно быть, трудна его работа. Нужно гражданам служить, проявлять заботу. Им в жизни надо рисковать, чтобы нам жилось в покое. Кто в беде, тебе помогать и служить достойно. Если вдруг пришла беда, полиция поможет. Гражданам помочь всегда полицейские служат, может. Нужно горы отыскать и найти машину, потом преступника поймать, разобрать причины. И спокойно могут спать и взрослые, и дети. Пока нас будут охранять, можно и ждут. И день, и ночь полиция не спит. Ведь сутки напролет бушуют страсти. Мы многого не видим, нам легко. А это не сказать спасибо надо. Пусть каждый знает, есть у нас закон. Пусть каждый знает, есть и наказание. Всем тем, кто защищает нас, поклон. Всем для кого полиция призвание. Честно служить Конституции, не поддаваться коррупции. Правду искать и перечить, бездолжен и оборудований. Пусть наши законы меняются, преступность не искоренняется. Чинникам нужно менять, как трудно решение будет. Слова подобрать на себя, быть на готовом всегда. С каждого законоведа в дела прождают победу. Дорогие друзья, больше всего нравится, когда дети горят стихи. А когда в этих стихах та мудрая, жизненная мудрая, беззаконная коррупция, конституция, ну это основа полагающих забросов, ну это двойник приятных домов. Я предлагаю, пусть он услышан, но я думаю, все меня поддержат, это вручить благодарственные письма. Я руководит меня за участие в мероприятии, посвященном 70-летию со дня создания юридической службы системы МДФ России. Мадырюк. Маслениковой Варваре, большое спасибо. Мадырюк. Ну и конечно же Селюжицкому Ивану. Спасибо. Представить поэта-композитора Виктора Викторовича Страхова, который исполнит нам замечательные песни. Это автор-исполнитель песен, наш Ставропольчанин. Ну, в принципе, гордость, не только Ставрополь, но и все Северного Кавказа. Виктор Викторович. От Ростова до Набатюшки, уезжаем на юга. Нас встречает хлебом с солью Ставропольская земля. Золотые наши купола, видно всем издалека. Ангел крылья раскидал, осветил наш град креста. Как казачество оплот, на Кавказе ты стоял. И врагам не кланялся, А друзьям приют давал. Город-крепость на горе, Ты построен на века. Город-крепость, город-сад, Город мой, ты град креста. Город-крепость на горе Ты построен на века Город-крепость, город-за Город мой, ты град креста От вокзала до ворот До Тифлисских мы пройдем Здесь идут встречать рассвет Школы каждый выпускной По горе, по крепостной Вдоль стены с тобой пройдем Мы сегодня до утра Прогуляемся вдвоем Есть у каждого на свете Сокровенные места Где родные ждут рассветы Где родимая земля Город-крепость на горе Ты построен на века Город-крепость, город-за Город мой, ты град креста Город-крепость на горе Ты построен на века Город-крепость, город-за Город мой, ты град креста От Ростова до Батюшки Город мой Крепость, город-сад Город мой, ты град Кристалл Город старого, который мы делились с нашей Малой Родиной Город старого, который мы делились с нашим национальным лидером, президентом И с третьей песни «Родина» у меня есть предложение вернуться к той теме, за что мы сегодня все собрались Это наша замечательная фото-выставка Фото-выставка «Будни юридическая служба. Право как искусство» Так вот давайте, чтобы было понятно, что это такое, что такое право И понятно, что это что-то красивое По-подробнее Я предлагаю, точнее, обращаюсь в просьбу к нашим юристам, чтобы они провели правой урок с вами Так что давайте Здравствуйте Очень рада вас всех видеть на нашей Маговыставке Очень рада видеть наших старых друзей И тех, кто вы уже впервые У кого мы проводили правовые уроки, тот уже знаком Мы с вами изучали, что такое право Что такое закон Помните об этом? Я хотела бы поздравить, скоро вас ждет Наверное, главный праздник в жизни каждого школьника Летние каникулы А в начале летних каникул Отмечается какой праздник? День защиты детей День защиты детей Ну, День защиты детей отмечается не только в России, но и во многих других странах И День этот называется не просто Днем защиты детей Кого и зачем нужно, от чего нужно защищать детей? Вы знаете, почему так был назван этот День? И из-за чего вообще учредить взрослые такой серьезный праздник? Из-за того маленьких детей, такой большой праздник Что? Дети это будущее России Правильно Дети это будущее России И поэтому они мало защищены И их нужно защищать Защищать в том числе от плохих взрослых От войн, от голода Защищать от всяких болезней И поэтому в очень далеком 1925 году Женщины собрались на конгресс в Париже И объявили, что дети Это наши цветы жизни, которые нуждаются обязательно в защите Позднее, уже в 1949 году, когда закончилась Великая Отечественная война Вы знаете, что очень много людей погибло во время этой войны Очень много погибло детей Очень много было детей замучено в концлагерях И поэтому, когда эта тема была очень актуальна Была принята международная конвенция по защите прав ребенка Мы тоже о ней с вами говорили Что предусматривает эта конвенция Во-первых, кто такой ребенок? Вы знаете? Это я Это я Это ты Вы все дети Но вообще, дети считаются у нас Это граждане несовершеннолетние Не достигшие 18 лет То есть, пока вам не исполнилось 18 лет Вы все находитесь под защитой конвенции По защите прав у ребенка Эта конвенция предусматривает очень много различных прав И вы все должны о них знать Но вы, наверное, основные знаете Право на жизнь ребенка Каждый ребенок имеет право на жизнь Каждый ребенок имеет право на имя У вас у каждого есть имя? Да Каждый ребенок имеет право на личную неприкосновенность Дети защищены от физического и психологического насилия Дети должны быть защищены от воин и вооруженных конфликтов Также есть право на неприкосновительное жилище На право на жилище у ребенка Право ребенка на семью и достойное воспитание Право на образование Вы все учитесь в школе И пользуясь, понятно И мы на примере сказочных героев с вами поговорим О правах ребенка Все вы помните сказку Толстого «Золотую ключку» или «Приключения Буратино» Да Помните, что там с ним происходило? Да Вот когда Буратино подарил Папа Карло азбу Что хотел Папа Карло? Чем, чтобы воспользовался Буратино? Чтобы он выучился из Толуны Из Толуны То есть Буратино реализовал свое право на образование Правда метрозон Пытался эту азбуку продать Буратино хотел попасть в театр Какое право Буратино хотел реализовать? Он взял, он дал ему маленькую книжку, а потом он ему отдал Но он очень хотел в театр, он хотел наслаждаться искусством Все дети имеют право наслаждаться Право искусства Право на наслаждение искусством Да, на пользование всеми культурными ценностями